Таджикистан объявил в розыск участников гражданской войны В Таджикистане задержаны Мамхаты в мечети Таджикистан объявил в международный розыск участников гражданской войны 20-летней давности Об этом заявил министр МВД Рамазон Рахимзада, выступая на Генеральной Ассамблее Интерпола 28 сентября в Пекине В период гражданской войны в Таджикистане действовали наемники из разных стран Которые осуществляли диверсионно-террористическую деятельность после прохождения спецподготовки в некоторых странах Мы в соответствии с требованиями норм международного права и процедур, предусмотренных Интерполом Объявили их в международный розыск, заявил Рахимзада Эксперты расценивают заявление министра как демонстрацию того, что режим хочет окончательно расправиться с противниками нынешней власти Навешивая на них ярлыки экстремистов и террористов По подозрению в членстве исламском движении Салафия, 28 сентября задержан имам Хатыб одной из мечетей Сагда Об этом сообщило информационное агентство Азия Плюс со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах Задержан имам Хатыб в мечети поселка Чорук-Даррон, города Голистон, 42-летний Илхамиддин Абдулоев По мнению силовиков, Абдулоев не только участвовал в исламском движении Салафия, но и призывал прихожан мечети присоединиться к данному движению По отношению Абдулоеву возбуждено уголовное дело, он находится в предварительном заключении, отметил источник Китайские власти в северо-западном регионе Синьцзяня приказали мусульманским семьям этнических меньшинств Сдать религиозные предметы, в том числе молитвенные коврики и копии Корана, сообщает газета РФА Дилшат Раксид, представитель группы эмигрантов Всемирного уйгурского конгресса, заявил, что сообщения аналогичного характера появились на прошлой неделе из Кашгара, Хотана и других регионов Мы получили уведомление о том, что каждый этнический уйгур должен убрать из собственного дома любые предметы, связанные с исламом Их нужно добровольно передать, а за непослушание будут предусмотрены суровые наказания, сообщил Раксид Продолжение следует...